Донские аграрии борются с нашествием саранчи. Если бы мы вовремя не сработали, потери бы были намного больше. Ворошиловский мост будет открыт в обе стороны. В интервале с 0 часов до 12 часов дня мост будет работать на въезд. Освободят ли пенсионеров от взносов за капремонт. Взимать деньги на капитальный ремонт дома через 20 лет с пенсионера, человека поживого возраста, но, наверное, по меньшей мере неэтично. Донские кадеты готовятся к всероссийским соревнованиям. Я представляю также Ростовскую область, свое учебное заведение. Не хочу опозориться. Подул сильный ветер, а за ветром налетели на Египет полчища саранчи, сожрав всю зелень вплоть до последней травинки. Восьмая казнь египетская из библейской истории 3000-летней давности. Чем провинились земли Сальского и Целинского районов области перед Всевышним неизвестно, но, видимо, не все так плохо. Нашествие саранчи удалось приостановить. Не настолько, чтобы погрузить Ростовскую область во тьму, но 26 июля небо стало в темную крапинку. Прожорливые насекомые тут же принялись дегустировать кукурузные поля. Фермеры хватались за голову. Специалисты диагностировали. Саранча не местная, залетная азиатская. Недавно ее потравили в Астраханской области и Дагестане. Спасалась крылатое по ветру, залетев к нам в Сальский, Пролетарский, Мартыновский и Целинский районы. Минсельхоз, Россельхотнадзор и землевладельцы сработали оперативно. Повреждения незначительные у нас. То есть первые, те повреждения, когда она заходила на поле, краевые полосы. В рамках, конечно, одного хозяйства 20-30 гектаров кукурузы поврежденные. Это довольно-таки ощутимый ущерб для сельхозпроизводителя. Но если бы мы вовремя не сработали, потери бы были намного больше. С нашествием саранчи борются научными методами. Землевладельцы проинструктированы, какие препараты действуют, каков характер прожорливый. Ни в коем случае не шуметь, чтобы от испуга стая не разлетелась. С заходом солнца, когда спадает жара, активность саранчи снижается. И тогда локализовать очаг поедания полей проще. Но с саранчой нужно быть на чеку круглый год. Там, где сейчас произошли вспышки, мы их оцифровываем, ставим себе в ГИС-карты. И зимой и весной будем отслеживать, смотреть, не оставила ли она после себя потомство. И вместе принимать меры по уничтожению. А справились ли с массовым нашествием азиатской саранчи, помогли ли оперативные меры, покажут ближайшие 10 дней. Анастасия Натальевич, Надану. Его все-таки откроют раньше срока. Точная дата начала движения по дублеру Ворошиловского моста 11 августа останется неизменной. Левый мостовой переход построили с опережением. Его должны были сдать только в ноябре этого года. Последние штрихи перед открытием. Асфальту Катен перила установлены. Мост почти готов принять сотни автомобилистов. 11 августа не будет никаких фанфар и перерезания лент. Просто начнется рабочее движение. Кстати, мост будет работать как на въезд в город, так и на выезд. В интервале с 0 часов до 12 часов дня мост будет работать на въезд. То есть, в утреннее время, когда большая часть потайчане, азовчане, все едут в город, он будет принимать людей. С 12 часов дня до 0 часов будет работать на выезд. И так до 1 ноября. Также автомобилисты смогут ездить только по двум полосам моста. Третье крайнее будет отдано под рабочие машины для строительства правого пролета. Проезд общественного транспорта по Ворошиловскому мосту пока запрещен. Масса пригородных маршрутов, межгород и все остальное. В том числе и городские маршруты, которые раньше, как вы помните, ходили через Ворошиловский мост на Мегамаг. Я считаю, нецелесообразно на данный период рассматривать восстановление движения по Ворошиловскому мосту. По одной простой причине, что, как сказал Виталий Васильевич, оно будет реверсивно и то есть меняться в течение дня. Новый мост в оплощении современных технологий. Это одно из немногих мест в Ростове, где применена конструкция кабельной канализации. К 2017 году на месте этих деревянных перегородок появятся современные панорамные лифты. Уже сделаны комфортабельные трехметровые тротуары. По словам подрядчиков, они готовы выдержать натиск туристов к 2018 году. К 11 августа рабочим остается только доделать подъезд с правого берега. Юлия Карасюк, Андрей Токарев, Надону. Зеркающие листы металла, снопы искр, шипение электродуги. Дима участники этого огненного шоу вовсе не восточные факиры, а представители одной из самых востребованных на сегодняшний день профессий сварщик. Четвертый из десяти конкурсов лучший по профессии в сфере ЖКХ состоялся в Донской столице. Жеребьевка, пожалуй, единственный момент фортуны. Далее результаты конкурса будут зависеть только от мастерства газоэлектросварщиков. Соревнования лучшие по профессии в этот раз по-настоящему горячие. Температура шва достигает несколько тысяч градусов. Мастер огненного шва с 12-летним стажем Олег Ширяев делится секретом покорения огня. Все зависит, конечно, от опыта, профессионализма, ну и от того, как тебя научили это делать. Я имею в виду профессиональное училище. Если тебе дали задатки, то развивая эти задатки, получится хороший сварщик. Жюри оценивает скорость и качество работ. Участники – лучшие работники ЖКХ от каждого района города. Помимо самого соревнования, профессионалы своего дела учатся друг у друга, перенимая лучшее. В городе каждый день происходит более ста порывов. Многие из них связаны со сварочными работами. А наглядная демонстрация умений поможет сварщикам выйти из сумрака. Большая часть тех сварщиков, которые сегодня будут работать на открытом воздухе, они зачастую работают в подвалах, в тех подпольях, на тех этажах. То есть там, где их практически никто и не видит. Помимо признания от руководства, победители получат денежные премии. Лев Клинов, Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко – на Дону. Одним нажатием кнопки жители Дона теперь смогут пожаловаться на проблемы ЖКХ, плохие дороги и просроченные товары. В Ростовской области заработал мобильный сервис «Гражданский патруль», который позволяет в любое время суток сообщить о той или иной проблеме. Для этого достаточно скачать бесплатное приложение и иметь доступ в интернет. А что по этому поводу думает Ростов на Дону? Приложение работает просто. Достаточно скачать программу, которая называется «Дорожный патруль». Далее формируется жалоба, после чего сообщения поступают на сервер. Там юрист сортируя их, отправляет в нужные инстанции. Так, например, после сообщения о плохих дорогах на проспекте с тачки, их начали ремонтировать. Я думаю, это правильно, потому что в наше время очень развиты IT-индустрии. И у каждого человека, практически у каждого есть гаджет. И человек идет, увидел, написал, все пошло в народ. То есть, да, очень, думаю, удобное приложение будет. Сейчас буквально еду по Пушкинской. Мне по Пушкинской, где ходят люди, едет Q7. Номера московские, ей можно. Я бы сейчас фотографировал, приложение отправил бы. Нужные люди бы это посмотрели, оштрафовали бы ее. Слухи пошли, больше бы так никто не делал. Поэтому целиком и полностью согласен с таким приложением. Я считаю, что вряд ли это приложение будет пользоваться эффективностью, потому что все-таки молодежь больше ориентирована на гаджеты. А она как бы вот этих вот проблем, плохих дорог и просроченных товаров касается крайне редко. Думаю, просто будет это неинтересно. Думаю, это будет хорошее приложение. Можно будет и заранее в дороге, когда видишь плохих, хоть отправить сообщить. Может, тогда хоть будет что-то делаться. Пенсионеры старше 80 лет смогут освободить от уплаты взносов за капитальный ремонт. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Законопроект готовится к внесению на рассмотрение парламента. Дома на капитальный ремонт ставят и на 2032 год, и на 2040 год. Ну, понятно, что взимать деньги на капитальный ремонт дома через 20 лет с пенсионера, человека пожилого возраста, оно, наверное, по меньшей мере неэтично и аморально. Напомним, оплата капитального ремонта жилого фонда была возложена на жильцов в декабре 2012 года. Региональные программы и тарифы капремонта утверждены всеми регионами. В среднем ежемесячные платежи составляют 6-7 рублей за квадратный метр. Здесь рыбы нет. Дон не сохранил свой статус рыбного края. Доля местных производителей всего 12% от общего рынка. Причины озвучили за круглым столом на тему продукты Дона каждому дому. Есть потенциал, есть возможность для того, чтобы развивать это производство, для того, чтобы развивать переработку, для того, чтобы развивать различные каналы поставок, потому что именно в этом заключается проблема. И здесь еще раз говорю, что нужно привлекать в первую очередь инвесторов для развития. По результатам исследований Департамента потребительского рынка области, продукции донских производителей легче попасть в розничные магазины, чем в предприятия сетевой торговли. С начала года местные производители увеличили оборот молочной, мясной продукции и муки. А знаменитое донское подсолнечное масло на местных рынках представлено меньше, чем в прошлом году. Жилой комплекс «Военветсити» распахнул свои двери в подъездах для первых жильцов. Десятки семей получили ключи от своих новых квартир. Два 18-этажных дома общей площадью 28 тысяч квадратных метров построили в срок. В новых домах установлено энергосберегающее оборудование, продумали и внешний вид, и у каждой квартиры предусмотрено место для установки кондиционера. Очень радует то, что сдали в срок, не обманули строители. Дом сделан, наверное, по новейшим технологиям, современный, уютный, красивый. В прошлом году ростовские строители возвели более 1 миллиона квадратных метров жилья. На сегодняшний момент темпы строительства выше прошлогодних за первое полугодие уже построено более 570 тысяч квадратных метров. На Дону 12 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для защиты их прав и интересов в области реализуется региональная стратегия действий. Ее главная цель – поддержка детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Своим опытом по решению проблем детского неблагополучия донские власти поделились с представителями Всероссийского движения «Матери России» и организации «Отцы Ростовской области». У нас имеется уникальное учреждение, в первую очередь для наших гостей. Я знаю, что у нас есть гости из Дагестана. У нас есть центр дистанционного образования для детей и инвалидов. Мы специально этот центр сделали на базе интернатного учреждения 28-го, там, где сосредоточены силы, которые умеют работать с такими детьми. По словам Игоря Гуськова, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних сегодня состоит более полутора тысяч семей, которые находятся в социально опасном положении. Для их поддержки в области действует ряд программ, в их числе помощь в трудоустройстве, лечении от алкогольной и наркотической зависимости. Донские кадеты готовятся ко всероссийским соревнованиям. В октябре они представят Ростовскую область на военно-спортивной игре «Казачьи спулах» и на спартакиаде до призывной молодежи. Без команды не встаем, не идем, мишеням никаких телодвижений. Последние инструкции даны, и кадеты приступают к тренировкам. Стрельба – одно из конкурсных заданий спартакиады. Даниил Домников первым испытывает пневматическую винтовку. За его плечами участие в всероссийском «Казачьем слете» готов к труду и обороне в станице Вешенской этим летом. Команда Ростовской области там заняла первое место. Это для меня действительно важно, потому что я представляю также Ростовскую область, свое учебное заведение. Не хочу опозориться, не хочу занять какое-нибудь призерное место. Я к этому стремлюсь. В лагере «Ласточка» к соревнованиям готовится 50 молодых казаков. Из них будут сформированы две команды. Одна для участия в казачьем сполохе, вторая для спартакиады с стрельбом из пневматической винтовки, подтягивания, верховая езда. Эти и другие дисциплины входят в программу спартакиады. Освоить седло кадетам помогает Всевеликое войско Донское, в частности, конный взвод Белоколитвинского района. В подготовку к казачьему сполоху включена казачья полоса препятствий и спортивное ориентирование. На сегодняшний день у нас здесь представлено три кадетских корпуса – Новочеркасский, Белоколитвинский и Шахтинский. И Сальский профессиональный лицей. Еще раз повторяю, это дети, которые прошли предварительный отбор, предварительный этап, подготовки и так далее. Уже в октябре донские команды отправятся в Анапу, где пройдут всероссийские этапы казачьего сполоха и спартакиады до призывной молодежи. По словам организаторов, участие в подобных соревнованиях делает ребят настоящими патриотами. Роман Саганов, Юлия Карасюк, Станислав Фоменко – на Дону. Далее другие сообщения с мест. На полях Матвеева-Курганского района финиш уборочной эстрады в этом году. Несмотря на холодную весну, урожаем пшеницы довольны. Результаты уборки в этом году нас радуют. Получен рекордный урожай. Сколько конкретно мы сейчас досчитываем, ну, будет больше 40 сетеров с гектаром. В итоге общий результат по району внушительный – 300 тысяч тонн ранних зерновых. Скоро начнется уборка поздних культур и подготовка к новому севу озимых. Журналист из Новочеркасска Юлия Манойлина заняла первое место на Всероссийском молодежном форуме «Таврида» и получила грант на 100 тысяч рублей. Ее проект стал единственным победителем от Ростовской области. Он посвящен жизни, подвигам и памяти участницы Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Галине Петровой. Она была медицинской сестрой. В первом бою она вынесла на себя 20 раненых бойцов. И так более 50. Она носила снаряды, она помогала раненым солдатам и сама была ранена. К сожалению, в декабре месяце в здание школы, в котором находился госпиталь, попал снаряд, который оборвал жизнь Галины Петровой. Ей было всего 23 года. Грант пойдет на создание интерактивного патриотического спектакля о Галине Петровой. 9 сентября стартует специальный конкурс в трех номинациях – «Проза», «Бардовская песня» и «Поэзия». Произведения лауреатов войдут в основу спектакля. Его покажут на открытых площадках Новочеркасска, Ростова-на-Дону и Крыма. В Волгодонском родильном доме торжественно зарегистрировали малышей, появившихся на свет 27 июля. Именно эта дата считается исторически правильным днем основания Волгодонска. Хотя отмечать день города договорились в последнюю субботу июля. Всего в 2015 году, по последним данным, в Волгодонске появились на свет 1285 малышей. Командиром подводной лодки времен Первой мировой войны найденным у берегов Швеции оказался Донской подводник. Все подробности в прессе на Дону. Командир российской подводной лодки «Сом», найденной на днях у берегов Швеции, родом из Белой Калитвы, сообщает газеты «Перекресток». Сенсация о находке облетела весь мир. Подлодка затонула во время патрулирования. 10 мая 1916 года при столкновении со шведским пароходом «Ингерманланд». Погиб весь экипаж. Командиром русской подводной лодки «Сом» был лейтенант Хрисант Богоруев. 1891 года рождения. Уроженец станицы Усть-Белокалитвенская. В данный момент решается вопрос о передаче судна России. В районе хутора Глухоманского бешеная лиса напала на корову, а в хуторе вербовый лог на человека. Укусила за ногу. Вспышка лисьего бешенства зарегистрирована на территории охотхозяйства Чирская, Обливского района и в хуторе вербовый лог Дубовского района области. «Я пыталась ее оттолкнуть, но она стала агрессивнее и скусала мне руки», рассказывает пострадавшая. На помощь местной жительнице выбежали соседи, которые и убили лису. В данный момент в хуторе установлен карантин, пишет газета «Шахтинские известия». С начала июля зафиксированы 15 вспышек бешенства на территории Ростовской области. В хуторе Большемечетном произошло долгожданное событие. Открылся детский сад «Золотой петушок», пишут Смикаракорские вести. Сад рассчитан на 80 мест, однако группы посещает 92 ребенка. По словам заведующей Антонины Макаревич, площадь позволяет принимать больше ребят. Дон готовится отметить день урожая. 6 августа на Ростовском ипподроме состоится большой праздник, на котором наградят лучших из лучших и подведут окончательные итоги уборки. Ростовчане и гости города смогут попробовать Донской каравай на вкус. Здесь пройдет выставка и конкурс хлебобулочных изделий. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова